понимаешь ли так получилось что жизнь передо мной поставила задачу сделать небольшую наплечную сумку небольшую я немного не из тех людей кто носит подобные вещи но может быть не ношу потому что не находил себе подходящий для себя лично может я очень привередливый чувачок я подумал какую бы я хотел наплечную сумку плюс-минус таких размеров и я стал думать вчера я ее доделал конечно же хочется немножко ее допилить есть некоторые моменты по которым мы пробежимся сейчас что хотелось бы поменять мне я уже эти коррективы как бы записал на листочек списком и немного уже поменял лекала нужно было сделать сумку хотелось быстро и сделать вчера я загорелся в обед и мне как-то приспичило просто к вечеру ее собрать я взял за основу размеры плюс-минус которые данных сумок имеются я мерил как из живых образцов тут недавно товарищ приходил и замерил просто чисто по-дружески ему нужно собрать ну не такую там другую немного сумку но размеры плюс-минус те же как я понял эта сумка под какие-то мелкие вещи кошелек документы портмоне какой-то небольшой органайзер ну и так далее такого формата наполнения в общем взял размеры старые наработки мысли идеи и какие-то приемы до собранные за уже семь лет в этой теме и поместил их сюда можно конечно сделать другую сумку здесь поменять то все это это понятно нужно было сделать за определенное количество времени мне какую-то сумку новую и чтобы и мне она понравилась конечно же в первую очередь и чтобы ее можно было в каталог разместить не стыдно и чтобы она соответствовала как бы нашему какого-то какому-то стилю так вот по самой сумке размер конечно же давайте начнем с размера по факту что-то мне здесь не нравится в таком но я уже показал заднюю часть ну ладно ничего страшного верно я измерил 20 на 17 это общие габариты сумки меряю от шва до шва соответственно это внешний размер но он внутренне точно такой же шов то он что внутри что снаружи 5 сантиметров съемный наплечный ремешок на карабинах я его сейчас уберу он регулируется естественно по длине шлевка из резинки чтобы оттопырки такой не было она где-то по умолчанию примерно внизу находится все откидываем ремешок сторону он нам не нужен с размерами мы разобрались 20 17 на 5 общий габарит передняя стеночка здесь у нас стоит такой модный замок сразу говорю это не оригинал заказан что-то типа с китайского какого-то сайта хотелось как-то применить есть энное количество таких замков я думаю что вполне себе можно их сюда употребить на данную модель сумки или похоже тут я загорелся еще одной моделькой это магнитная застежка я как бы языками не владею особо она как-то по иностранному там называется кто знает тот знает ну хотите другим подскажите так как она открывается все гораздо проще когда рука находится в нужном положении рассказать сверху в пазы вставляется такие вот это все дело почему именно такой клапан это старая такая наработка она одно время практиковалась но сошла как-то на нет но мне всегда нравились такой формы какие-то клапана закрывашки и захотелось как-то красивую оформить четко сюда вставлен пластик 5 сантиметров пластика он особо весу не придает но смотрится четко думаю что как-то не побоюсь этого слова симпатично открываем клапан и под ним находится объемный карман который стянут двумя двумя резинками широкими 25 миллиметров я тут пробую их зафункционалить если сегодня получится еще одну модельку собрать похоже я внесу сюда как следующее изменение то есть эту резинку подниму до этого уровня примерно чтобы плюс-минус ручка какого-то некого такого стандартного размера все таки прижималась на к сумке просто я чуть-чуть повыше почему их две можно же одной просто прижать ну можно а можно тремя можно четырьмя можно широкой резинка 10 сантиметров а можно двумя пятерками можно двумя четверками нужно четверкой пятеркой а можно двойкой два с половиной три четыре пять шесть и все будет это верно и правильно захотелось две резинки поставить чтобы она и вверх прижимала и низ карман объемный я очень долго мучаюсь с этими карманами уже нравится мне с ними как бы играть работать карман объемный здесь лежит сейчас блокнотец и в резинке ставлена ручка ее можно опять же загнать сюда но кто как хочет тут так и дело вот вот и ручка команд я уже и говорю объемный сейчас я туда запихаю свою руку и продемонстрирую этот его объем что я туда могу положить где-то у меня был органайзер это чехол под телефон изменился на такого вида в толщину он примерно сантиметр два если его расправить думаю сделать может быть органайзер подобной формы чуть пошире но без пенок просто такой обычный чтобы сюда он впихивался либо какую-то такую кассету с организацией может быть ну можно так замок от нас магнитно регулируется вставлен туда сказать органайзер боковые стороны здесь у нас три ряда ячейк пэлс ширина ячейк примерно достаточная в общем-то она три с половиной сантиметра что на одной стороне что на другой организация пространство одинаковые полукольца чтобы к ним цеплять ремешок при помощи карабинов которые мы сняли ну и соответственно ячейки пэлс для чего для того чтобы можно было прикрепить некий доп и положить туда например мультитул собственно для чего и предназначен этот подсумок не будем еще скрепить конечно же это все дело задняя стеночка ну здесь захотелось сделать так недавно был обзор на подобные сумки я там объяснял откуда как и почему возникла идея сделать именно так и как-то это скрестить с нашим каталогом очень уж хотелось так вот важный момент здесь одно основное отделение но входа в него два и это основное отделение разделено на три так сказать как сказать там три перегородочки одно отделение поделена натрия вот открываю основное отделение это молнию и достаю отсюда телефон и супер-пупер обвели уренова такого мягкого кармана соответственно здесь между двумя слоями велюра вставлена пенка 4 миллиметра плотная и задней стенке то же самое на сюда вшит а здесь мы видим квадратики или ромбики или как угодно это можно назвать я подумал что не хотелось какой-то отдельный карман делать для телефона снаружи я долго думал как то здесь сзади разместить но хотелось здесь чтобы было все плоско и ничего нам не мешалось не задевала нашу одежду но хотелось просто открыть еще сумку и достать телефон или положить туда немного туговато входит я очень много туда набил и планирую толщину сумки на сантиметр но возможно на полтора увеличить я думаю что ничего страшного как бы не произойдет просто изначально хотелось сделать минималочку какую-то такое но немного прогадал на один полтора сантиметра думаю поэтому следующей версии я ее увеличу вот именно вот эту часть с этим карманом мы разобрались больше в принципе ни для чего не нужен хотя можно смело достать органайзер почему бы нет я об этом пока еще не задумывался она была сделана вчера поздним вечером поэтому не было как-то вариант с ней успеть познакомиться поближе и открываем уже более длинную молнию этого нашего основного основного отделения и в общем-то единственного что в заднюю что в переднюю стенку вставлена пенка жесткая 4 миллиметра поэтому сумка держит форму и с ней достаточно удобно работать даже засовывая в этот карман какие-то объемные вещи она не будет внутрь как-то выпирать странно конечно же возник наверное вопрос у некоторых людей в голове кто смотрит этот ролик почему здесь нет какого-нибудь кармана на молнию можно можно сделать но но я его не сделал и это тоже не ошибка есть у меня один тут варианте как сделать прям небольшой но видимо вчера я поленился или просто не додумался далее мы видим здесь стенку разделяющую внутреннее пространство на просто разделяющую внутреннее пространство разделяющие внутреннее пространство так вот зачем это нужно не знаю это старая наработка я ее хотел применить в какой-то рюкзак есть зарисовка если найду то фотографию вставлю но как-то не применил и хотелось попробовать вообще в этой сумке много чего для себя я лично нового попробовал чего хотел либо я это уже практиковал но на каких-то обрезках например которые потом выкидывались просто попробовал прием запомнил и осталось это у меня где-то там внутри черепа так вот к этой перегородки пришит липучка она жесткая сделана из ткани туристы и между двумя слоями этой ткани вставлена пенка 4 миллиметра сверху снаружи нашита липучка мягкая часть которой крепится кассета такая кассета с ячейками из широкой эластичной ленты шириной 5 сантиметров она особо тут не прогибается как в общем то должна бы прогибаться по одной простой причине как бы не выгибается внутри имею ввиду сюда если это происходит выгиб такой то площадь прилегания жесткой части липучки к мягкой уменьшается соответственно сила сцепления уменьшается как этого избежать на данный момент я дошел только до способа вставить внутрь такой кассеты пластиковые пластиковую вставку вполне ее достаточно для этих целей ячейки можно сделать любые в общем то но я же в первую очередь для себя эту сумку делал хотя вряд ли я прям с ней буду ходить я в основном хожу с рюкзаком но все равно я попрактикую тем более ее можно использовать как органайзер пластик внутри с этой стороны он закрыт как называется липучка русская часть с обратной стороны чисто в супер эстетических целях закрыта основной тканью сумки и снаружи широкой ли возможно я несколько кассет изготовлю и предложу вам на выбор либо может быть все это вместе будет не так сложно это кассету делать сюда в общем то ручку я даже помещал она упирается вниз и никуда не девается потому что ну потому что в общем то можно несколько сюда вставить ну у кого какие вещи есть тут такие может и попробовать вставлять итак есть у нас некое пространство сюда кстати можно что-то класть ну это вряд ли конечно например такой вот штуковина можно носить можно выпадет но надо быть осторожным так сказать не нужно быть растеряши да там не что-то лежит здесь лежит powerbank такая вот штуковина интересный момент я сегодня ну потом продемонстрирую сделал на него такую штучку и сюда я закручивал провод ну фотку вставлю получилось очень даже прикольно но что это за голос оператора за кадром который выжделеет сейчас такую штучку в порядке очереди пожалуйста так вот когда я намотал сюда шнур и вставил в это отделение телефон плюс толщина еще 4 миллиметра этой пенки плюс два слоя велюра то есть они не позволили мне нормально пользоваться внутренним пространством да вот этим отделением сумки поэтому сразу было решено увеличить его возможно я наверное на 2 на 2 сантиметра его увеличу и ничего страшного не произойдет тогда и кассета битком будет нормально помещаться и powerbank с намотанным шнуром но это наверное будет уже обзор я думаю что в скором времени на исправленную так сказать версию но это уже вполне себе рабочая без всякой набивки она выглядит и и и и и и и и Продолжение следует...